Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, Дон в сердце девичье замьется свастом. Уже четвертая в истории российского кинематографа экранизация романа Михаила Шолохова «Тихий дон» стала самой ожидаемой премьерой прошлого сезона. А работу режиссера Сергея Урсулюка так или иначе сравнивают с фильмами Бондарчука и Герасимова, называя его новатором и истинным патриотом. Творческая встреча с самарскими поклонниками прошла в рамках фестиваля «Соль земли» в режиме легкого интервью. Один из самых обсуждаемых вопросов задала мама-подростка Юлия Галочкина. Что делать, если ребенку сложно читать произведение Шолохова? Посмотреть фильм хуже не будет, последовал ответ режиссера. Что касается вопроса, ну, в определенной степени он был провокационным, потому что сама-то я считаю, что, конечно, необходимо читать произведение в любом случае, но я очень радуюсь, когда возникают такие экранизации, которые могут помочь нашим детям, может быть, больше прочувствовать, понять произведение. С «Самарой» режиссера культовых сериалов и фильмов «Ликвидация», «Исаев», «Долгое прощание» Сергея Урсулика связывают самые теплые отношения. Здесь он снимал телесериал «Жизнь и судьба», который стал номинантом премии «Эмми». Я, конечно же, гулял сегодня по городу, и поскольку еще у моей жены здесь живет папа, заслуженный артист России Алексей Семкович, артист «Самарта», то мы с ним встречались, и поэтому этот город не только мне знакомый, но и родной. Творческая встреча продолжалась несколько часов. На главный вопрос, в чем же секрет успеха всех его работ, Сергей Урсуляк ответил неожиданно просто. Я все-таки стараюсь, чтобы плохих людей на площадке не было. Я считаю, что работать нужно в товарищеской атмосфере, потому что дело наше тяжелое. То есть тяжелое, так сказать, тоже не нужно что-то преувеличивать. Оно тяжелое, но радостное. И вот это радостное, но тяжелое дело нужно делать с хорошими людьми. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События.